всем привет дорогие друзья и с вами снова канал андрейл игры ну что ж мы продолжаем играть в наш летсплей бесконечность по майнкрафту это наш уже 85 выпуск я уже немножко заговариваюсь потому что я уже наверно пытаюсь записать эту серию раз наверно третий у меня много проблем возникало то с bandicam на которой я собственно записываю потом возникали проблемы с с качеством картинки не знаю с чем это было связано но я по крайней мере попытался все решить и я надеюсь что картинка будет гладкая и как вот вы сейчас видите может быть даже с шейдерами поиграем так собственно это перед вами термоядерный реактор но как вы поняли что я его уже построил и серия к сожалению которую я записывал она не не удалось из-за того что там то пропадал звук в одной потом когда я еще записал одну серию там она не запихивалась sony vegas и так далее вот такие вот проблемы меня мучили уже несколько дней ну что ж вроде от этого всего избавился и давайте посмотрим я играю в данный момент с шейдерами давайте посмотрим как шейдеры называется вот они шейдеры так называются собственно из моего топа как раз таки который я снимал про шейдеры так ладно термоядерный реактор принципе вещь достаточно интересная так сейчас дождемся ночи поспим чтобы было светло так я делал очень много тут всяких разных механизмов но не считая конечно же соляных опреснителей мы кстати говоря находимся в пустыне просто в пяти тысячах трехста блоках от дома так что вот такая вот тема так давайте поспеем сейчас и продолжим так значит вот такой вот красивый рассвет у нас так смотрите это термоядерный реактор то есть он построен из реакторных каркасов которые делаю ну строим реактор сам 5 на 5 на 5 вот такой вот звездой со всех сторон в принципе одинаковые так ладно давайте я наверное не знаю вам показывать или нет тут на самом деле очень много всего так я использовал еще вот такую резонирующую сумку чтобы все перенести с собой из термоэкспеншена она делается мода она делается из электро из электро самородков слитков эндериума и укрепленной сумки соответственно предыдущая сумка она была меньше предыдущая делается закаленного стекла потом инварового самородка усиленная делается из олова инвара и обычной сумки обычная сумка делается из кожи олова и шерсти так ланик особо заморачиваться не буду потом нам нужны вот такие вот лазеры рецепт вот такой вот так давайте наверное начнем не с этого тогда а по порядку чтобы вы могли точно знать что вам нужно я потом гайд скорее всего запишу во первых для работы термоэкспеншеного реактора вам понадобится скорее всего два солнечных опреснителя то есть одним вы никак не сможете пользоваться смотрите то есть они стоят рядом да не ничего обычного высотой в 16 блоков максимальная высота их тут подключена шина жидкостей узел передачи жидкости из extra utilities подает воду в первый соляной опреснитель солнечный опреснитель вот он короче все это дело превращает в раппу ну как обычно смотрите далее мы из одного солнечного опреснителя перегоняем в соседней то есть вместо того чтобы загружать сюда воду мы загружаем сюда вот эту вот раппу давайте посмотрим как это выглядит вот то есть раппа сюда втекает и получается жидкий литий вот он жидкий литий он такой желтого цвета вот тут вот выходит похож на мочу немного но ничего так ладно далее стоит роторный сгуститель заметьте провод внизу подходит использовал я элитные механические трубы из механизма так сейчас давайте посмотрим также много апгрейдов всевозможных на скорость на газы и энергию тоже использовал потому что они нам нужны были вот такие вот элитные трубы делаются просто путем апгрейда самые простые делаются из закаленного железа или стали и ведра потом с помощью вот такого конфигуратора можно с помощью shift правый клик настроить так чтобы она вытаскивала жидкость вот или куда-то поставляла вот тут у меня также все работает смотрите затекает в роторный сгуститель жидкий литий вот жидкий литий у нас сюда затекает и мы переключаем в это все в режим конденсирования то есть это вот если у вас написано литий вот тогда то есть появляется из жидкого вот этого лития то вы сделали все правильно можно если что переключить вот так например но видите не работает значит неправильно вот так все работает вот где кнопочка к такая это означает конденсат l это я как понимаю жидкость вот вот так принципе должно у вас стоять но если не получается попробуйте там поменять местами все заработать тут стоят элитные герметичные но газовые трубы снизу именно снизу потом стоят вот такие активаторы солнечных нейтронов вот они их штук 9 по моему у меня тут стоит они нужны для того чтобы уже сам газ дальше литий перерабатывать и превращать в третий по моему да видите превращается в газ третий вот он у меня вот тут баллоне накапливается перед реактором собственно вот от этих вещей только это и требуется вот их на самом деле очень тяжело сделать из-за того что требуется пластик чуть позже я об этом еще расскажу так далее это первая часть топлива для реактора скажем так которая нужна вот далее у нас идут вот такие вот помпы 6 помп из мода механизм они тоже потреблять достаточно много энергии это одну тысячу индастриал энергии одну тысячу электричество можно так даже тоже выразиться тут у меня стоят апгрейды на фильтр чтобы эти помпы качали не простую воду а специальную тяжелую воду то есть это еще одно топливо для реактора вот 6 помп стоит с такими апгрейдами и заметьте вот электричеством они питаются только с той стороны где вот такая вот штука есть у них выходит можно повернуть ключом вода выходит сверху и поступает в трубы тоже продвинутые так далее далее у нас все это поступает конечно же энергия везде идет вот от тессеракта у меня тут запитана вот электролитический сепаратор у меня стоит давай сейчас я перепрыгну и покажу вам вот вот так он стоит то есть вода заливается сверху и в бок в левую сторону у нас выходит дейтерий когда тяжелая вода суда попадает она разлагается на на кислород и дейтерий так я тут нажимаю сброс чтобы тут не скапливалось ничего вот тут соответственно стоят апгрейды на энергию и на скорость чтобы все это тело кушала как можно меньше энергии потому что иначе она будет и так много есть видите сколько энергии она кушает 80 индастриал энергии за тик вот все это дело поставляется тоже в газовый баллон а баллоны нужны для того чтобы нам смотреть ну то что вообще вся эта система работает желательно их ставить поближе к реактору чтобы вот так вот минимум труб тут оставалось потому что сами трубы могут хранить себе газ например если у вас очень длинная труба идет да а у вас например эта штука очень долго работал то если вы сломаете последнюю трубу то газ который ну был в ее буфере он исчезнет от этого лучше делать вот так с газовым баллоном вообще сюда можно поставлять сразу смешанное топливо насколько я понял это в химическом наполнителе можно сделать вот такое дт топлива фиолетовое и насколько я понял его можно напрямую в реактор заливать они используются два разных этих то есть не по отдельности заливать а сразу можно вот это розовенькое топливо напрямую заливать потом еще одна интересная фишка вот тут вот используются такие реакторные порты запомните их они нужны для передачи газа жидкости и энергии они мультиформатные подходят для разных действий я сначала стоял два порта вот тут то есть тут вот еще один порт стоит для энергии да тут стояло несколько портов и оказалось так то что газы нужно все-таки если вы разные газы поставляете то с разных сторон потому что иначе ну реактор не хотел принимать все это дело вовнутрь давайте заглянем интерфейс сюда надо класть пилюлю чтобы все это работало сейчас я покажу вам как пилюля выглядит то есть пилюля это нужно для того чтобы скажем так реактор заработал но это еще не все вот подходим к этому химическому наполнителю и вот это дт топлива кладем вот эту пилюлю и она заполняется делается эта пилюля из четырех золотой пыли в металлургическом наполнителе с использованием угля вот как вот тут показано и получается такая таблетка ну или пилюля я ее называю пилюлей эту пилюлю нужно положить вот в реактор контроллер у реактора кстати должен быть наверху именно по центру никакие другие места ему не подходит иначе у вас ничего работать не будет вот смотрите кладем эту пилюлю сюда но это только для запуска требуется а так она не нужна в данном случае он у меня работает и вот тут вот отображается вот такая как жидкая лава это скажем так энергия плазма и так далее вот она у нас энергия 100 миллионов индастриал энергии уже выработалось и он вырабатывает огромное количество энергии в данный момент это 50 тысяч энергии индастриаловской вот потом можно посмотреть вот нажав на радиационный знак вот такой вот реакторный контроллер скорость инъекции 2 у вас будет тут стоять ноль вот тут поставите цифру 2 и нажмете интер ну или окей вот то есть вот оно топливо наше показывается тут если у вас вот так вот не показывается значит попробуйте ну вот подключите трубы с газами с разных сторон тогда все будет отлично работать вот так ладно вот или фиолетовая тогда она будет сразу отображаться вот тут чем больше вы поставите вот эту цифру тем быстрее вас будет съедаться топлива и тем больше будет энергии вырабатываться но не забывайте о том то что если вы реактор вдруг топлива закончится да и он в нем реакция потушится ну скажем так термоядерная реакция вот который вот то что шарик там крутится внутри это есть термоядерная реакция которая вырабатывает энергию если вдруг у вас он поток до остановился реактор берете вот эту пилюлю закладываете потом для старта вам нужна вот такая вот конструкция например ну можете побольше таких лазеров сделать потом делаете усилитель лазера в нем ставите высокий сигнал чтобы он просто так не выстреливал энергии потом смотрим как делается лазер из алмаза энергопланшета стального корпуса и укрепленного сплава ставим вокруг вот такого вот усилителя лазера смотрите темненькая такая серенькая пипочка вот со стороны лазера должна выходить вот сюда в матрицу лазерного фокуса вот тут на реакторе видите такая штука это вот блок в который лазер должен выстреливать ставить ее одну тут каркас можете весь принципе из реакторного корпуса собирать только вот некоторые такие компоненты делайте из нужных вещей так вот в реакторе у меня матрица лазерного фокуса потом реакторный порт три штуки я использовал потом контроллер тут соответственно одно лишнее стекло я использовал и все в принципе в нем больше ничего такого особенного нету обычная коробка так давайте поспим слушайте но с шейдерами на самом деле очень шикарно выглядит особенно вот это солнышко вы не представляете как атмосферно если прогуляться так например на какой-нибудь карте припять вот это будет реально атмосферно ладно например вот эти лазеры у вас работают так как сейчас вот у меня они гудят немножко потреблять они энергии будут достаточно много вы их тоже можете вот так целую пачку поставить то есть это только зависит на то что вот тут накапливаться будет больше энергии зачем нужна эта энергия которая накапливается вот тут в этом блоке усилитель лазера называется например вы накопили 100 миллионов энергии вот тут лучше поставить 100 миллионов и тут 100 миллионов все и собственно ждете пока накопится столько энергии ставите вот так чтобы он у вас сам не выстрелил например сзади у меня стоит рычаг то есть вот я по моему выстрелил ну-ка дать посмотрим да я выстрелил у меня энергия как бы сбилась вот при этом термоядерный реактор зажигается скажем так то есть эта штука нужно чтобы запустить реакцию и вот эта пилюля обычно тратится давайте статистику тут вот можно посмотреть он еще может вырабатывать пара если в него загружать воду и поставить скорость инъекции 4 вот тут написано сколько он будет сам вырабатывать энергии сколько при этом будет вырабатывать пара 75 ведер будет в тик вырабатывать так давайте посмотрим теперь нагрев вот какой я выстрелил лазером да и он у нас разогрел реактор еще то есть плазма еще подогрелась в принципе очень простая конструкция если чуть-чуть посидеть задуматься в креативе так поиграться с этим то в принципе все весьма неплохо будет работать принципе вот такая конструкция полностью уже автономная я вот тут вот поставил тесерак правда что-то в него по моему энергия вообще не уходит это из-за того что на базе я поставил ну сначала чтобы энергия вся шла сюда на лазеры потому что все-таки 100 миллионов энергии это не так уж и мало вот теперь он работает как бы бесперебойно и все нормально потом как только у нас будет больше топлива мы сможем поставить силу реакции побольше хотя мы можем сделать это прямо сейчас давайте уберем таблетку так топливом 10 поставим пока что ничего не происходит но мы заглянем в газовые баллоны и смотрим то что но у нас тут просто буфер небольшой накопился газа видимо вот это хорошо что бочки у меня есть сейчас пойдет огромный прилив энергии то есть он при этом будет нагреваться жрать очень много то есть вот видите как плазма стала нагреваться сам корпус тоже стал нагреваться я еще не проверял насчет того может ли он взорваться так что лучше придерживайтесь плана как тут написано ставите двоечку или четверочку лучше двойку ставьте вот он вырабатывает сейчас 135 уже тысяч industrial энергии 140 тысяч то есть вы понимаете как много этой энергии уже это как 10 наверное так давайте топлива снизим до двоечки а то там что-то он нагревается слишком быстро я просто немножко боюсь то что он может взорваться вот соответственно если вы меньше подаете топлива он обратно набирает ту же мощность и ту же температуру то есть этот реактор вообще не он не капельки не читерски но он производит реально очень огромное количество энергии а еще я хотел показать пластик конечно же мы этот термоядерный реактор еще будем обязательно делать это просто вот так вот небольшая серия в который я объясняю как он работает я надеюсь что вам будет понятно потом вот эти штуки их лучше ставить штук 10 вот таких солнечных нейтронных активаторы солнечных нейтронов чем больше тем лучше также вот таких вот электрических помп тоже побольше и также солнечные испарители тоже чем больше тем лучше то есть если у вас вот эта вот конструкция по производству топлива будет достаточно большая то и реактор у вас будет огромное количество энергии производить больше так далее чё я хотел показать короче вот для этой штуки да нужен пластик а пластик производится в специальном заводе который достаточно много геморроя мне принес вот так он выглядит камера реакции под давлением делаете два сразу таких себе он делается из динамического резервуара камера обогащения обогащенного сплава зеленых микросхем и газовых баллонов в него не посмотреть рецепте к сожалению давайте тогда посмотрим на рецептик посмотреть сейчас я найду где-то хреновина у нас так вот он активатор солнечных нейтронов вот делается из укрепленного сплава элитных микросхем стального корпуса и бронзовых слитков лист полиэтилена самый геморрой смотрите делается в камере обогащения из трех шариков эти шарики делаются вот в той машине камеры реакции под давлением вот она только сокращенно пишется тут для этого нужен жидкий этилен и кислород при смешении вот этого дела ну то есть вот два газа и субстрат точнее жидкий этилен и кислород потом кладете субстрат и получается этот шарик полиэтилена вырабатывается кислород сначала вам потребуется вот что смотрите биотопливо делается в дробилке из всевозможной растительности как можно больше сделать это биотопливо потому что она вам понадобится в эту машину заливаем воду и водород у нас получается субстрат и этилен который нам нужен чтобы из субстрата получить шарики пластмасса вот этот этилен нужно перегнать вот через такую машинку роторный сгуститель сгуститель который из газа превратит газовый этилен превратить в жидкий этилен и залить ее в ту же машинку опять и засунуть уже туда субстрат и получится шариковые ну пластиковые шарики вот то есть очень сложная машина то есть она больше заставляет геморроем страдать потому что там очень сложные настройки то есть машинка имеет вот таких вот входов и выходов почти со всех сторон и вы будете постоянно возможно тупить и в общем смотрите внимательно так ладненько далее я еще не показал из чего делается сам термоядерный реакторский так 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 давайте покажу сначала роторный сгуститель как делается делается из переносного резервуара двух точнее четырех стеклянных блоков двух микросхем простых или зеленых газовый баллон энергетический планшет и все так переносной резервуар делается из двух стекол микросхема зеленый и железных слитков вот эта машина является роторный сгуститель вот этот так далее что еще я хотел вам показать сами блоки реактора термоядерного реакторное стекло во первых нужно будет сделать реакторный каркас в количестве именно на сам реактор вот который у меня стоит да без контроллеров и других побочных блоков потребовалось 60 кан каркасов блоков каркаса он делается из стальных корпусов и атомных сплавов можете сделать таких 60 штук именно на реактор отложить да и потом уже делать контроллеры и что вам нужно потом делаете вот такую матрицу лазерного фокуса делается из окрашенного блока красного камня либо обычного редстоун блока потом реакторное стекло четыре штуки нужно оно делается из был из стекла и четырех реакторных корпусов вот соответственно две такие линзы вы получите я одну такую использовал как стекло а вторая у нас как раз таки для лазера потом нам понадобится один контроллер который делается из максимальной схемы управления стеклянной панели газового баллона и 5 реакторных каркасов потом реакторный порт таких лучше сделать штуки 4 наверное потому что хуже от них не будет делается с помощью максимальной схемы управления и четырех реакторных корпусов схема соответственно делается вот так синие С помощью атомных сплавов Предыдущая делается из красной схемы и укрепленных сплавов Зеленая делается Ой, точнее, красная делается из обогащенных сплавов и зеленая Зеленая вот так То есть все, в принципе, достаточно просто Так, вроде об этом процессе я рассказал Давайте еще сейчас я покажу помпы сами Так, помпы Помпа, помпа, помпа Тут несколько видов помп есть Так что не путайтесь Тут есть такая жидкостный снабжатель и просто помпа Так, усилитель лазера, давайте покажу, как делается Делается из основного энергетического куба, алмаза и стальных слитков Так, лазер я уже показывал А, нет, лазер я вроде не... А, да, показывал лазер, как делается Так, помпа Помпа достаточно обычная, электрическая помпа Делается из 8 слитков, обогащенного сплава Стального корпуса и ведра Все простенько Вот, в принципе, и все Все, что вам нужно знать для создания этого реактора Но еще при выводе энергии используйте провод, например, который проводит большее количество энергии Потому что эта штука вырабатывает неимоверное количество энергии Так что чем больше у вас пропускной способности провод Например, у меня он бесконечно проводит энергию И то его не хватает, скажем так, из-за того, что у меня там какие-то проблемы на базе Нужно будет это решать Ну что ж, дорогие друзья, на этом все Надеюсь, что вам понравилась серия Подписывайтесь на канал Не забывайте комментировать и ставить лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok